Белорусские доброхвотники со зброей в руках обороняют Украину от российской агрессии в тот час, когда Лукашенко убил нож в спину соседям и допомогает Путину. Белорусы воюют на украинском боку от начала войны в 2014 году. Теперь до шерогов ветеранов долучаются сотни новых особов. В Варшаве при Белорусском доме открылся пункт допомоги белорусам-оборонцам Украины. А в нашем эксклюзивном материале из Украины воеры расскажут, почему они стали плечом у плечо с украинскими войсковцами. Антос Тележников и Светлана Авчарова. Белорусский доброволец в Украине с 2014 года. Самая вещь, что я приехал в Украину после кризиса 20-го года в Белоруссии. Случайно заведены криминальные справы по протестам. Когда эта страна дала мне притулок, когда страна оборонила меня от режима, и сейчас пришел час, как оборонить Украину. Сейчас мы находимся в территориальной обороне Киева, где находятся наши группы ковровольцев. Тут сейчас собралось подразделение белорусов, которые особо уже один одного ведали. Давно часть хлопцев, ветераны, которые прошли уже войну на Донбассе. Сейчас мы начинаем строение в большем формате нашего подразделения. Это имеет огромное значение, это движение, потому что это искупает вину Белоруссии в этой войне. С территории Белоруссии наносятся удары, с территории Белоруссии заходят захватчики с Востока, которые оккупировали уже нашу родину, и сейчас пробуют оккупировать Украину. Мы искупаем этот грех. Я призываю всех белорусов присоединяться, особенно тех, кто служил ранее в белорусской армии или в любом другой армии. Потому что здесь идет война не только за Украину, здесь идет война за независимость, в том числе и нашей родной Белоруссии. Это, скажем так, остатний крок, когда человек может взяться за зброю для обороны своего народа, для обороны братерского народа. Есть разумение, что это война, это не есть война только одних украинцев. На этой войне воюем за нашу и вашу свободу. Это наше старое гасло, оно актуально сейчас, как никогда. После введения русских войск режим почти потерял управление над страной. Я считаю, что это будет концом режима Лукашенко, как эта война, скорее всего, станет концом режима Путина. Это шанс для белорусских военных перейти на сторону добра, перейти на сторону света и вместе, наконец-то, свергнуть диктатора и начать строить новую Белоруссию. Благодаря Украине! Благодаря Украине! Благодаря Украине! Они захопили уладу с 1996 года, усталевавши диктатуру. И ситуация просто дошла до того, что сейчас готовят белорусские войска до уворвания в Украину. Официальный, де-факто, Минск, и он стал на бок агрессора. В территории Белоруссии ведутся обстрелы, с территории Белоруссии выходят войски. Лукашенко дал плацдарм Путину, и они прорвались коротким шляхом до Киева. Зараз в районе Киева идусь бои. А что бы ты в угле, как бы ты взвернулся до белорусских войсков, что бы ты не мог сказать сегодня? На поле боя, безумовно, мы пропонуем не стрелять один в одно, когда будет такая мощность. Пропонуем им некие инстики вывы, можно сдаться в полон, можно дезертировать. Але, коли станет питание, что они будут выполнять, загады своего командования, такого подпродкования Генштаба Российской Федерации, мы будем замибиться, потому что у нас нема ничего выбора. Я хотел бы сказать, что, ребята, вы не представляете, если вы сюда войдете, вы не представляете, с какой армией вы столкнетесь. Это наиболее сильная армия Европы. С прекрасной подготовкой, с сотнями тысяч людей, с боевым опытом, которые прошли за время войны на востоке Украины, в настоящую войну. Теперь спросите себя, «А вы готовы к настоящей войне? А вы были хоть где-нибудь?» У нашей армии низкий боевой дух был всегда, потому что никто не знал, за что мы сражаемся. За Лукашенко, за Россию, за Беларусь, за советское прошлое. А после 2020 года боевой дух ушел в минус. Поэтому, если белорусская армия войдет сюда, я уверен, я уверен, что будет массовая сдача в плен, массовое дезертирство. И самое страшное, что может случиться, это массовая война, потому что достаточно будет на батальон зашедших в белорусский войск одной роты с боевым опытом. И кроме боевого опыта, самое главное для украинской армии это мотивация для украинских добровольцев, для территориальной обороны, для волонтеров, просто для жителей местных с пустволками. Если бы вы сейчас проехали по Украине, вы увидели бы, что тысячи людей взяли в руки оружие от старых мужчин до совсем молодых, безусых пацанов. И все будут в вас стрелять с каждого угла. Не делайте этого. Если есть возможность, уезжайте из страны, уезжайте на дачу, в деревню, прячьтесь. Если вас таки заставят войти на территорию Украины, просто вместе с техникой, целыми подразделениями переходите на сторону украинской армии. Если нет возможности перейти с техникой, просто бросайте оружие и технику, выходите к украинской армии, добровольцам и так далее. Поднимайте руки и сдавайтесь в плен. Украинское государство гарантирует всем, ставшимся в плен, свободу, политическое убежище, возможность защищать независимость Беларуси в рядах добровольцев. Пожалуйста, не совершайте это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!